Организация «Архитектура и градостроительство» оказывает спектр услуг по проектированию всех типов зданий и сооружений, перепланировке жилых и нежилых помещений, от землеустроительных и кадастровых работ до ввода объекта в эксплуатацию, консультации в сфере градостроительства и земельных отношений. Мы находимся по адресу город Азов, переулок Осипенко, 58. Здравствуйте! Время новостей на пятом канале в студии Екатерина Юхнова. О самых важных событиях этого дня расскажем прямо сейчас. В Азове прошел фестиваль этнических культур и праздник хлеба. Азовская школьница стала победителем всероссийского проекта «Большая перемена». Ответы на часто задаваемые вопросы в нашей новой медицинской рубрике «Без рецепта». 1 ноября состоялся фестиваль национальных культур, посвященный Дню народного единства, в рамках которого были представлены национальные блюда разных этнических групп, проживающих на богатой исторической Донской земле. Хлеб – символ жизни, здоровья и благополучия каждого человека. Без него не обходится ни скромный завтрак, ни повседневный обед, ни праздничный ужин. Праздник хлеба, который традиционно отмечается в Азове 1 ноября, в этом году объединили с фестивалем национальных культур. В Малом зале городского дворца культуры были представлены выставочные ряды с этническими блюдами и разнообразной выпечкой, проживающих на Дону диаспор. Подготовка была великолепная. Поют песни, рассказывают стихи, выложены художественные произведения, выпечка. Вот художественная школа детская представила на выставку свои картины, которые говорят о прошлом города Азова. Конечно, за такую большую, почти тысячелетнюю историю, город Азов повидал немало национальностей, немало народностей. Именно здесь, на территории города Азова, звучали разные языки, пестрели многонациональные костюмы. И сегодня, как итог проведения такого замечательного фестиваля, где, я думаю, не будет победителей, только будет представлена культура национальностей, которые населяют Ростовскую область. Каждая диаспора чтит свои традиции и национальную кухню. Но за многолетнюю историю Азова полюбившиеся блюда других народов часто встречаются на столе как дончан, так и представителей других национальностей. Корица на Дону уже, на самом деле, очень много лет. И здесь это все, наверное, единое. Да, у нас есть свои определенные традиции, у нас есть национальная кухня, но русская кухня у нас также каждый день присутствует на столе, поэтому абсолютно все, и борщ, и щи, и салаты, и ни один Новый год без оливье у нас не обходится. Хлеб – это рисовые лепешки. Сегодня мы тоже представляли их. Это чимпени называются у нас. Это, грубо говоря, это хлеб, но только рисовый. Широкий ассортимент хлебобулочных изделий представили пекарни и Азовский хлебзавод. Наш донской хлеб, как все мы знаем, он всему голова. И в нашей Ростовской области, в Азовском районе, он считается самым главным, который стоит на столе. Без нашего хлеба ничего не будет таким вкусным. Хлеб объединяет все культуры. Он может отличаться сортом муки или другими ингредиентами, но без него не обходится ни одна кухня мира. Учитывая, что Ростовская область – это многонациональная территория, более 150 народов, этнических групп, а Азовская земля является более этичной, мы прекрасно знаем. Тоже здесь много представителей разных народностей. Поэтому, конечно, все, что может людей объединять, мы здесь пытаемся собрать, найти точки соприкосновения, сделать настоящий праздник для всех народов, чтобы было настоящее народное единство. Конечно же, после такого изобилия хлеба гостей фестиваля ждали зрелища. Насыщенная концертная программа, включающая в себя красочные номера разных национальностей, поразила своим разнообразием. Ольга Усманова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Несмотря на масштабную работу по восстановлению и строительству новых дорог, в Азове большое количество проблемных участков. Если окраины города давно утонули в грязи, то развивающиеся районы требуют улучшения инфраструктуры. Улица Степана Разина далеко не новая. Строительство многоквартирных домов началось еще в 70-х годах, а за последние 10 лет жилищный фонд пополнился современными новостройками. Количество жителей и транспорта увеличивается, а состояние проезжей части ухудшается. Периодически дорогу подсыпают щебенкой, равняют грейдером. Но после первых дождей насыпь размывает, а автомобилисты заполняют социальные сети фотографиями и видео щебеночных дюн, благодаря которым подвеска автомобилей издает звуки, похожие на стон полный сожаления. Ямы поражают своим количеством, размерами и глубиной, в которых утопают и машины, и люди. Среди местных жителей этот участок дороги приобрел говорящие названия. А в народе называют губернаторская яма, губернатора Ростовской области. В прошлом году, перед 8 марта, приезжал Голубев. Перед этим всю ямку засыпали. Так приятно было, но ямка недолго жила. Всю ее размыло дождем. Опять засыпали грязью. Опять ее размыло дождем. Привет, Голубев, пусть приезжает. Отвратительное состояние улицы. Проехать, а пройти тем более невозможно. Просто бампером цепляешься. Это хорошо, у кого высокая машина, а у кого низкая, так вообще надо останавливаться и идти дальше в сапогах. Ужасно. И на коляске, и на машине. Просто кошмар. Больше ничего не скажешь. Приедут, немножко разровняют, но первый дождь, и все, опять все заново. Эти лужи, эти ямы ужасные. Кошмар. Жителям остается надеяться на запланированный ремонт улицы в 2023 году по проекту безопасной дороги. На текущий момент подготовлена проектно-сметная документация. Осталось только дождаться финансирования. Ольга Усманова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Воспитанницы школы номер 11 Алифтина Христич и Надежда Вьюгина приняли участие в финале всероссийского проекта «Большая перемена», который состоялся в конце октября в Международном детском центре «Артек». О том, кто из них стал призером, а кто победителем, вы узнаете из сюжета Иваны Пажельцевой. «Большая перемена» – это широкомасштабный проект всероссийского уровня для учеников 8-, 9-х и 10-х классов, цель которого – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. В этом году в конкурсе приняли участие 4 миллиона школьников из всех регионов страны. Победители 10-х классов – это 300 человек – получили по 1 миллиону рублей, 8-х и 9-х – по 200 тысяч рублей. Алифтина Христич посчастливилась оказаться в их числе. Девушка набрала необходимое количество баллов и получила денежный приз – 200 тысяч, который планирует потратить на образование и саморазвитие. Напомним, что конкурс проходил в несколько этапов и длился 8 месяцев – с марта по октябрь. Первый был дистанционный, второй – командный, далее – полуфинал и финал. Алифтина стала победителем, выполнив все конкурсные задания по направлению «Наставник и наставничество». На протяжении всего финала мы занимались конкурсными заданиями. К нам приезжали на встречи, на мотивационные лекции различные представители разных сферок. Это ученые, это спортсмены, это общественные деятели, с которыми мы провели время, пообщались, узнали что-то для себя новое, сделали какие-то выводы, обменялись опытом и впечатлениями касаемо этого конкурса. По словам Надежды Вьюгина, финал прошли полторы тысячи человек. Из них 600 стали победителями. На финале нас распределили в команды, самые разные, с Алифтиной мы были в разных командах. И дальше у нас уже были конкурсы и задания, они же кейсы. Мы составляли вместе с командой проекты. В это время эксперты наши оценивали личностные наши способности, это конъюнтивная гибкость и нацеленность на результат. На следующий день у нас была защита кейсов, где мы экспертам представляли наши проекты вместе с командой. И они нам выставляли точно так же оценки. Оценки у всей команды за именно кейсы были одинаковыми, а за личное качество, естественно, разное. Затем все эти баллы суммировались и опять же составлялся рейтинг. Для того, чтобы стать победителем конкурса, необходимо набрать от 746 очков за выполненные задания. К сожалению, Надежде не хватило одного балла. Но это ее не расстроило, наоборот. Есть цель в следующем году стать победителем, как и Левтина Христич, которая также планирует принять участие в проекте среди учащихся 10-х классов. Ивана Пажельцева, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Далее смотрите новую медицинскую рубрику «Без рецепта». Сегодня в выпуске речь пойдет о психическом здоровье. Симаков Игорь Борисович. Психиатр. Родился 29 декабря 1961 года в Хабаровске. Окончил Ростовский государственный медицинский институт. Стаж работы – 35 лет. Кредо. Жить, поступать и лечить правильно. Ну, вообще, я еще в школе увлекся. У меня было два выбора. Либо заниматься астрофизикой, меня интересовали вселенные с их бесконечностью, или заниматься еще более неизвестной вселенной под названием головный мозг. Ну, мой первый пациент, сначала он был Андрей, а уже когда я заканчивал институт, он сменил пол. По-моему, он уже был Татьяной. Кафедра Ростовского государственного медицинского института в Советском Союзе занималась, единственная, кто занимался проблемами смены пола. Это были уникальные пациенты со всего Советского Союза. И они лежали на кафедре, потому что операция по смене пола происходила только тогда, когда психиатры давали заключение, что решение человека поменять пол – это осознанный выбор, не связанный с психическим заболеванием. Не, ну, конечно, геморрой – это не клеймо на всю жизнь, безусловно. Ну, количество антидепрессантов за последние полтора месяца выросло на 70%. Сегодня посещение психиатра – это скорее свидетельство зрелости человека, который понимает свою независимость от архаичных мифов, что земля плоская, который заботится о самом ценном и о самом дорогом. Потому что, ну, собственно говоря, еще Пушкин сказал, да, уже лучше посох и тюрьма, не дай мне бог сойти с ума. Уже тогда ценили именно ментальное здоровье. Могут. При очень узком круге проблем. Психологи – это люди не медицинского образования. Психологи – это люди, которые специализируются либо на диагностике, либо… Ну, психолог – это человек, который занимается психологией. Это вот установки, это психологические модели, привычки. Врачи-психиатры занимаются более базовыми вещами. Они занимаются болезнями как таковыми. Психологи позволяют работать людям, у которых болезнь или нет, или симптомы, болезненные симптомы еще позволяют коррегироваться. Поэтому, например, неврозы, многие вещи, легкие депрессии, они вполне могут обойти себе посещение врача-психиатра, работая с психологом. Это официально разрешенная и рекомендованная методика гипноза. Моим первым профессором… Вообще, мне психиатрию преподавал психиатр профессор Аневский, который был известен как ведущий специалист в области гипнотерапии, гипноза в Советском Союзе. Это был первый профессор у меня на кафедре психиатрии. Он занимался гипнозом, поэтому, конечно, у меня хорошее о нем впечатление. Но это дорогая терапия, и она много тратит энергии у врача. И в нашем урбанизированном и быстром обществе оно, в общем-то, малоэффективно. И эффект не столь устойчивый. Поэтому медикаменты – это самый дешевый и самый доступный способ. Раз. Второе – эффективность их выше. Потому что мы сегодня просто понимаем очень многие… причины очень многих заболеваний. Мы сегодня понимаем, что это не придумки какие-то там… как-то не выдумывая, возьми себя в руки, как часто люди говорят. Что речь идет о биохимических проблемах. И мы работаем теперь на этом уровне. Поэтому гипноз хорош, знаете, когда? Снять острое состояние. Вот здесь и сейчас. Это доказательство того, что человек все-таки произошел от обезьяны. Что он часть мира. И что он открыт миру. Весной и осенью природа достаточно сильно меняется. И мы, как открытая система, на нее реагируем. Это дополнительный фактор нагрузки. И сезонность, она не только в эмоциях и в настроении. У неврологов перед майскими праздниками, так называемых дисцеркуляторных всяких состояний, к майским они все вдруг выздоравливают. А потом до Нового года опять заваливаются. Потому что весна – осень. Поэтому сезонность – это просто говорит о том, что мы часть природы, мы реагируем вместе с ней. Это нагрузки. Точно так же, когда в 3 часа ночи, по-китайскому, в час быка, когда парасимпатическая нервная система передает управление организму симпатической нервной системе. И вот этот переход – самая частая причина смерти человека в ночи. потому что не всегда удается. Когда клацаешь с выключателем, это же самая лампочка. Это и физика. Человек такой же. Понимаете? Поэтому во время перехода всегда возникает нагрузка. Депрессию ставят, когда плохое настроение длится более чем 4 недели, месяц стабильно. Плохое настроение – вот вам сегодня задержали зарплату, а у вас были планы. У вас плохое настроение. Ну, потом зарплату, ну, в общем-то, либо вы отвлеклись от депрессии. Объедали вам зарплату, повысили ее или не повысили. То есть вам вещь, ну, вам перестало нравиться то, что раньше вам нравилось. Еда, секс, работа, хобби – перестали вас волновать. Вы в угнетенном, либо тревожном, либо подавленном настроении. Вы стали посещать мысли о бессмысленности в своей жизни, в бессмысленности всего того, что вы делаете. Понятно, что когда человек... Он потерял близкого человека, да, или расставание какое-то. Девушка рассталась с юношей, юноша потерял девушку. И он по этому поводу страдает, грустит. Психологически понятно. Но, опять же, там надо смотреть, насколько это все увязано и связано ли это, не оторвалось ли это уже от этой проблемы и остается. Но все равно здесь сроки имеют значение. То есть, горе как горе за полгода должно реализоваться. То есть, у него там своя стадия отрицания, гнев, принятие, смирение. В среднем занимает полгода. Если это больше полгода, то, конечно, уже пора идти к доктору. То есть, горевать три года по умершему родственнику – это ненормально. Природа таких вещей не допускает. Это уже заболевание. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 615-54. Будем делать новости вместе. Берегите себя. Всего вам доброго. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова